Добрый день, дорогие друзья! И гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юлия Ру Флорида. С вами сегодня Надежда Эггерс. Я риэлтор в Центральной Флориде, точнее в городе Орландо и его пригородах. И сегодня мы находимся в Кисиме. В прошлом видео я показывала там хаус, который можно сдавать на короткий срок. Мы приехали в похожий только сингл хаус, это дом. Он тоже полностью меблированный. Значит, цена этого дома 435, 435. Честно говоря, я посмотрела цены на рынке, за какие продавались такие же дома. Юля, покажи, пожалуйста, вот эти вот все дома. Они однотипные. Дома здесь продавались за 350 тысяч. То есть, представляете, насколько они больше хотят получить, чем рыночная цена. Ах, они такие. Да, поэтому если кто-то и когда-то надумает купить, здесь нужно торговаться, причем так серьезно. Значит, в этом доме 6 спалины, 4,5 ванных комнаты. Налог 5300. И очуей 188 долларов в месяц. То есть, опять-таки, если вы видели прошлое видео, где был там хаус, там было 300 долларов очуей. Здесь 188. Я разницу объясняла. Если кто-то не видел то видео, то, пожалуйста, пройдите на прошлую ссылку и посмотрите. Посмотрите разницу, сравните там хаус или дом. В случае с домом вы сами ухаживаете за газонами, за бассейном. Хотя в том там хаусе тоже сами. За бассейном тоже, да, сами. Да. За личным. То есть, как бы, вы ухаживаете за крышей, за внешними стенами. Да, да, да. И страховка будет подороже, чем в там хаусе, потому что ваши внешние стены и куша. Вот, как я сказала. Давайте пройдем в этот дом. Сейчас у меня единственная неприятная новость. У нас, как всегда, что-нибудь неприятненькое. У нас, как всегда, то ветер, то свет. В общем, в доме выключено электричество. Похоже, владелец забыл оплатить счет. Вот, поэтому пока еще светло, мы прибежимся по этому дому. И посмотрим. Я тебе скажу об этом, да? Извините, опять же таки, не наша вина. Ой, кормка водки, красави. Так, ну, чем можем, тем поможем. Да нет, нормально. Ребята, мы хотели уже уезжать отсюда и не показав этот дом. Не наша вина, что света нет. Да, ну, света нет, но вы держитесь. Как называется вот эта комната, скажите, пожалуйста? Вообще, это называется Living Room. Просто сидеть и болтать. Комната легать. Друзья, я не знаю. Многие считают, что в США эти комнаты, они бесполезные, но... Ну, может быть и правда. Я не знаю тоже, да? Так, вот здесь мне нравится большая кухня такая. Посмотрите, какая, да? Да, очень даже приличная такая обеденная зона. Завтрачная. С фонариком все подсвечивает. То есть вся мебель тоже включена в продажу. Так, а вот эта зона как называется? Family. Family. Понятно. Так, мне что еще здесь нравится? Второй свет. Вообще, да, высокие очень потолки. Именно в районе Family Room. А вот там вот второй этаж. Мы сейчас поднимемся. Так, давайте что-нибудь попытаемся здесь рассмотреть без света. Ну, благо купили новый телефон. Он вроде бы неплохо снимает в темноте. Мастер-бедрум в темноте, да не в обиде. О, сразу как светло стало. Учтите, что сейчас тоже вечер. В актуале уже после пяти. Так, а вот там, пожалуйста, подсветите нам. Это очень так лампово получается у нас. Уютно. Я понимаю, баллы. О, смотри, как светло вообще. Давайте лучше. Алло, это телевидение. Так, хорошая такая ванна. Смотрите, здесь тоже дверка в туалет. Все как положено. Так, тут у нас есть и душевая кабинка. И есть и, понимаете ли, что это такое? Акрил. Акрил. Угу, спа. Правда, раковина, раковина одна. Ну, да ладно. Можно было там и две поставить. Ну, да. О, хорошо, слушай. Получается. В темноте. Пойдемся дальше. Интимно. Так, дальше идем. Я думаю, что давай пройдем на второй этаж, потому что солнце уже сродится. Да, давайте, давайте. Если бы знали, еще к свечке с собой взяли. Ну, Андрей еще не снял. Да? А где Ландрин? Там. Да? Ну, ладно, давайте наверх пойдем, раз уж мы собрались. Вот. Мы наверху. Так, давайте сюда пойдем. Я вижу здесь одну детскую с двумя кроватями. Все как и положено. Гардеробная. Далее. Что тут у нас? Ванная. С одной раковиной. Так, еще. Вот еще одна комната спальня. Опять что-то пищит здесь. Пищит, да, это опять аларм, это смоук-система. Надо сменить батарейки. Да. Так, вот еще одна. Мини-мастер-бедрум. С одной раковиной. Так, куда там вид? О, мне нравится, когда окно вот так вот с двух сторон угловое. Да, вот такой вот вид симпатичный. Далее идем. Так, гардеробная большая. Ну, такая нормальная, хорошая гардеробная. Видишь, как светло практически. Как днем. Ага. А то уж мы думали, все, не снимем ничего. Оказывается, нет же. Можно и в темноте поснимать. Здесь бонусная комната. А, да. Которые из нее делают. Да, 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 да. В гостиную детям, например, ставить. Или игровую, да? Что-то такое. Пик-пик-пик-пик-пик. Для мальчиков. Супергероями. Хорошо. Далее. Продвигаемся. Так, еще одна спальня. Сколько их здесь еще раз? Здесь шесть спальн. Не слабо. Шесть спальн. На очень большую семью. Или даже несколько семей. Так, здесь. Сняли, не сняли. Еще одну ванную комнату. Сколько здесь ванных? А, четыре с половиной. О, тоже много. То есть одна половина, четыре, четыре полная. Так, а здесь вот такой... Сейчас, секунду. Вот здесь шкафчик, да, просто такой. Такой просто шкафчик. Угу. Все. Ландри. Ага. А вот эти вот двери... Да, сейчас. Открываем. Закрыто. А, ну там, наверное, кладовая. Вот это туалет половинка. Половинка туалета. Это вообще вот вход в гараж. И здесь, видите, ландри. Часто такое видим, что ландри рядышком с входом в гараж. Ну, в гараже я там вообще не знаю. Ничего, наверное, будет не будет. А хотя, смотри, нормально видно. Гараж на две машины. Вот. Все. Показали. Теперь проходим на балкон. Не как в прошлый раз я прошла сквозь стекло. Да? Господи, нету вроде ничего. Проходим. Так, этот скрин от детей, для детей, да, чтобы никто туда не упал. Да, в безопасности. Она обязательно в таких комьюнити, где сдаётся. Это по правилам, где сдаётся на короткий срок. Обязательно нужно такие скрины иметь. Вид. Там, я думаю, какая-то стройка будет идти. Да, вид, конечно, здесь будет, наверное, когда-нибудь хороший. Но сейчас это начало строительства. Я думаю, здесь вырубили лес только что, да? И будет какая-то стройка. Бассейн большой, кстати. Говоря, такой личный. И имеется спа. Ну, там тоже симпатично так всё сделано. За домом видите коммуникации различные. Я думаю, нам здесь лучше закончить по цифрам. Да. Пока светло. Да, да, да. Ребята, как я вам сказала, уже дом реально переоценён. Здесь продаются такие же дома за 350. Они есть на рынке. Мы в них не смогли попасть, потому что они арендованы. Сейчас очень много туристов приехало. Из Сэнкс Гиринга. День благодарения. Очень много туристов. Очень домов занято. Это единственный дом, куда мы смогли сегодня попасть. Я не удивлена. В общем, ещё раз скажу, что 435, но его можно купить за 350 тысяч. Площадь дома 2874 квадратных фит, что составляет 267 квадратных метров. И чуя, я уже говорила, 188. Налог 5300. Я посмотрела аренду на долгий срок, если вы будете сдавать на долгий срок. Это тоже между 3300. Это я посмотрела, за сколько не сдавались. Дома так похожие. И по поводу краткосрочной аренды у риэлтора не было календаря. Как бы вход в календарь и в цены. Но, скорее всего, здесь будут такие же цены, как и в Танхаусе. Может быть, чуть-чуть побольше. Чуть-чуть подороже. Потому что я бы сказала, что в негорячий сезон это будет, скорее всего, около 219-220. И в горячий сезон 340-350. За сутки. За сутки, да, в сутки. И на длительный срок это будет где-то 3300. Можно бы сдать такую цену. Также рассчитываем, опять-таки, кредит. Кредит получается точно таким же, как на Танхаус. Потому что я взяла во внимание цену, по которой его можно купить. То есть я не рассчитывала кредит с этой сумасшедшей цены. Я рассчитывала кредит с 350. Посмотрите, Танхаус и отдельно стоящий дом. Оба по цене 350 можно купить. В чем разница, почему там Танхаус больше, чем этот дом. Там комьюнити курортного типа. Там реально, в общем, вы видели, что там. За это платится больше денег. Здесь тоже есть Клабхаус. Он неплохой. Находится в Кисиме сам комьюнити. Хорошая инфраструктура. Буквально здесь недалеко в минуте езды. И Таргет, и рестораны, и всякие Кисиме инфраструктура. Она прямо здесь за углом. Получается, что рассчитав, как инвестицию по 20% даунпеймента, у вас будет в месяц 1350. Это моргач сам. И плюс 800 в месяц у вас будет уходить на ИЧУИ, на страховку и на налог. Опять-таки, страховка здесь будет выше, чем в Танхаусе. Я рассчитала приблизительно там страховку под Танхаус, здесь под дом. И получается, что в месяц вы будете выплачивать за этот дом все вместе. Все вместе взятые ФИ. 2000 где-то 100, 150, 2200. А сдавать дом вы за месяц сможете за 3300. Опять-таки, у нас Галина Пинский занимается краткосрочной арендой. Если будут вопросы, я думаю, что она ответит по поводу сдачи в краткосрочную аренду. Например, если вы живете в другом штате или в другой стране, и вы хотите сдавать этот дом понедельно или подневно или на месяц, это вопросы всех Галиния. Я этими цифрами не владею. Это специальная профессия менеджмент. Я как риэлтор сдаю только на долгий срок, на 12 месяцев. Меньше у нас нет лицензии, чтобы на меньшую аренду сдавать. В общем, если какие-то вопросы, на это мы с вами прощаемся. Солнце садится, Света в доме нет. Там надо бежать отсюда. Печально все. Печально, да. Да, извините, пожалуйста, но вот так вот получилось. Я не ожидала, я сама первый раз. Обещаем исправиться. Будет что-то новое, но этого не повторится. Показать точно такого же плана дом, тоже 6-бедром, но он забит. Там даже его не показать первые ближайшие несколько недель. То есть он сдается ежедневно, и мне туда было не попасть. Этот дом нам повезло или не повезло, не знаю. В общем, не критикуйте, пожалуйста. На этой ноте мы с вами попрощаемся. До новых встреч. Спасибо, что вы нас смотрите, комментируете, лайкаете. Всего хорошего. Пока. Большой здесь клаб-хаус. Очень. Сейчас народу нет, потому что он уже закрыт. Но вообще он работает. Вот, посмотрите. Просто уже вечер. А здесь, если посмотрите, видно тренажерный зал. Мы пройтись сегодня в него не можем сейчас, потому что уже поздно. Все закрыто. Вот, здесь много кардиомашин. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok